Всем привет! Сегодня я побывала на выставке Интершарм Профессионал и хочу поделиться с вами своими впечатлениями. Значит, что это за выставка? Это специализированное мероприятие для работников индустрии красоты. В общем, те, кто работают в индустрии красоты, салоны красоты, маникюрный салон и тому подобное, для них организована эта выставка. Что на ней интересного? Кому интересно будет туда прийти? И что вообще происходит на этой выставке? Сейчас я вам расскажу, а также покажу какие-то свои небольшие съемки с этого мероприятия. Выставка проходит в Москве. Сейчас она проходит с 18 по 20 апреля. То есть, кто хочет посетить сегодня, можете еще успеть. Проходит она в Крокус Экспо. Выставка платная, то есть по билетам. Билеты можно приобрести на сайте, либо через кассу, то есть непосредственно на выставке. Что я делала на этой выставке и что там интересного? Так как у меня женский канал, я поехала туда для того, чтобы осветить вообще, что это за выставка. Все-таки у меня женский канал. Думаю, многим это будет интересно. Опять же, есть у меня и работники индустрии красоты на канале, есть и обычные девочки, которые увлекаются этим. В общем, то есть не обязательно вы должны быть каким-то мастером маникюра или парикмахером, чтобы поехать на эту выставку. Может быть, вы просто хотите купить какие-то интересные новинки в косметике, либо хотите какие-то мастер-классы посмотреть. В общем, есть все это на выставке. Есть как и продажа различных средств косметических и для салонов, и обычных, для домашнего использования. В общем, есть все. Если вы работник салона, можете купить себе там что-то для работы. Если вы обычный человек, также можете прикупить что-то для домашнего использования. Кому еще интересна может быть эта выставка, чем там заняться? Во-первых, если вы не работник салона красоты, например, а обычный человек, желательно приехать на выставку пораньше. Тогда вы можете пройти там какие-то процедуры. То есть вы оплачиваете билет, да, и с утра, если вы приезжаете пораньше, тем, кто проводит мастер-классы, нужны как бы модели, да, на ком это все показывать. То есть какие процедуры там есть. Есть макияж, прическа, есть различные пилинги, разными массажерами вам будут делать массажи, какие-то косметические обертывания, шугаринги. В общем, много-много разных там проходит мастер-классов. И если вы обычный человек, хотите бесплатно сделать себе какую-то процедуру, приезжайте туда пораньше, записывайтесь, вас возьмут, и на вас будут показывать мастер-класс. Вот, а кто профессионалы, могут приехать туда, ну, не обязательно, уже рано приезжать. Мастер-классы в основном, все движение там начинается после 12, и там можно посмотреть различные мастер-классы, значит, как делать маникюр, например, различные, также вот эти всякие обертывания, в общем, все там показывать, рассказывать профессионалы. На каких-то стойках даже можно записаться, пройти обучение, получить сертификат по повышению квалификации. Поэтому мастерам это также будет интересно. Компании различные продают свою продукцию, можно закупить все со скидками, но обратите внимание, то есть, если это продает компания, там, естественно, есть скидка. Помимо компаний, там есть также, как я понимаю, частные предприниматели, которые приехали туда просто попродавать. Там я увидела, что у таких вот частных предпринимателей цены выше, чем в магазинах. То есть, они пытаются продать что-то немного дороже. Поэтому следите за этим. В основном лучше покупать у крупных компаний. Значит, это была Интершарм Профессионал. Также бывает еще выставка просто Интершарм. Там уже не для профессионалов, а для обычных людей. Там тоже выставка косметики, но уже все для домашнего использования, как бы есть. Поэтому она будет осенью, тоже можно пойти. Я попытаюсь тоже пройти аккредитацию, поснимать там, посмотреть, чем различается, потом также вам расскажу. Ну, а сейчас, опять же, об этом профессионали. Есть там всякие конкурсы проходят. То есть, вы можете что-то купить, поучаствовать в лотерее. Можете что-то там сделать, какую-то активность. Там было потанцевать, еще что-то сделать и получить подарки. Где-то кто-то раздает какие-то пробники. Но всяких пробников особо немного. Раздают в основном за какую-то активность. Либо, например, посмотрите мастер-класс, и вам тоже могут что-то дать. Вот, например, я смотрела мастер-класс «Как делать маникюр». Да, после мастер-класса мне дали подарок. В подарке была, например, такая пилочка для ногтей обычная. Блокнот. Вот такой вот. Ну, тоже обычный коммерческий. Ручка. Еще там были слайдеры для ногтей и каталоги. Вот. Где-то просто там вот какие-то вот из другого, да, там ручки, каталоги раздают. Ну, какую-то мелочевку. То есть можно также получить на мастер-классах или поучаствовать в конкурсах и выиграть более крупные призы. Я в конкурсах не участвовала, у меня на это время не было. Выставка очень популярная, народу очень много. Вот, честно. Я приехала сначала, наверное, где-то к 11 утра, может быть, к полдвенадцатому. Народу сначала было, ну, так, терпимо ходила. Ходить было удобно. После 12 часу дня уже народу стало очень много. Желающих было также много. И вот, сами видите, что очень тяжело уже. Напоминает это больше чем-то, ну, рынок, скажем так. Кто был на крупных рынках, наверное, примерно такое же. Ходишь между рядами и толкаешься. Немножечко вот тут, конечно, популярность выставки. Это, наверное, к минусу относится. Понятно, что не для организаторов, а для того, что такой поток клиентов, да, как бы, и получается, что все толкаются, вот так вот стесняться. Возможно, нужно для выставки, да, как бы больше места. То есть тут она проходила в двух павильонах, а возможно, надо выделить больше места, больше проходы. Поэтому будет получше. Но это из небольших минусов таких вот. Ну, а в целом, кто интересуется, да, вот этой вот всякой косметологией, вот этим всем, я думаю, тем будет интересно посмотреть мастер-классы, сами у них поучаствовать. Больше, конечно, эта выставка ориентирована на профессионалов. Но и обычный человек нам может найти для себя что-то. Обычный интершарм, не профессионал, это уже для обычных людей. Поэтому всяким девушкам, кто не занимается салоном и красоты, будет все-таки интереснее там. Поэтому, смотрите, выставка будет обычная, пройдет с 23 по 26 октября, можно будет посетить. Ну, а кто еще хочет успеть в этом году на интершарм профессионал, то еще сегодня один день могут успеть. Еду с выставки интершарм, меня муж забрал на рабочей машине. Я после выставки поехала к родственникам домой, там было недалеко. Вот, а супруг в ночь у меня на машине работает, в общем, забрал меня от родственников. И сейчас катаюсь с ним на работе. Вот, он у меня такой выдумщик. Он же часть товара разводит по магазинам, по торговым центрам. Вот был в торговом центре, оттуда мне шарик принес. Вот, такая, кажется, мелочь, а все равно приятно. То есть, ну, ничего никаких приятностей не подразумевает. Просто едем в машине, сидим, да, как бы, он ушел сдавать товар, а тут возвращается... Вот, казалось бы, мелочевка, обычный коммерческий шарик, да, с рекламой. Но все равно приятно. То есть, он проходил где-то мимо, да, где там эти шарики были, где их раздавали, да. И все-таки подумал о том, что мне, может быть, приятно, принес его мне. Хотя, казалось бы, всего лишь такая мелочь. Сегодня на ужин сделаю гнезда. Значит, для этого мне потребуется паста гнездами. Вот такие вот брала, уже показывала вам, итальянские, в общем, импортные. Тут у меня говяжий фарш. Еще мне нужна будет луковичка небольшая. Зелень, я беру укроп. И томатная паста. Но я возьму вот такое томатное пюре у меня осталось, тут уже открытое. Вот, и, значит, начинаю готовить. Сейчас покажу, как делаю. Так, в фарш добавляю лук мелко порезанный, соль, перец, еще чеснока немного добавила, сушеного, и острый перчик тоже добавила. И беру фарш, значит, небольшое количество, ну, вот небольшой кружочек, отламываю вот так вот примерно, и в серединку каждого гнездышка так плотненько трамбую. Выкладываю все на сковородку с высокими бортиками. Теперь мне нужно томатную пасту размешать в воде. В томатной пасте добавляю соль, так, достаточно обелиненько. Заливаю водой и заливаю этой смесью гнезда. Вот, что пока получается, в таком виде оставляю тушиться. Так, у меня уже почти все готово, значит, все протушилось. Теперь обелиненько посыпаю укропом и сверху засыпаю тертым сыром. Ну, вот и все, сейчас сыр еще подтает, и вкусный ужин готов. Делается очень быстро. И вот как это все выглядит. Ну, и вот так вот можно подавать. Например, порции для меня, мне вполне будет достаточно два гнездышка. Супрогу, естественно, нужно накладывать побольше. Вот, что хотела показать еще. Купила я для себя и для подписчицы вот такие вот браслетики. Это браслетик «Красная нить». Тут написано слово «счастье». Это серебро, но с позолотой. Проба тут 925-я. И, в общем, позолото. Вот такая вот красивая ниточка на удачу. Плохо фокус берет. В общем, одну взяла себе, а вторую взяла в подарок подписчице. Ей отправится вот такая вот коробочка в посылке. И что же это за подписчица? И за что ей этот подарок? Этой подписчице я хочу подарить этот подарок за то, что она самая активная на моем канале. Она регулярно пишет комментарии, ставит лайки. В общем, очень активная среди всех. Самая активная, получается, среди всех зрителей. Поэтому решила как бы вот так вот ее поблагодарить и отправить ей такой вот сувенирчик на память. Подписчица это Татьяна Кузнецова. Вот такая вот аватарка. Танечка, напишите мне в соцсетях или на почту, пожалуйста, ваш адрес, фамилия, имя, отчество и индекс. Я отправлю вам посылочку в понедельник. И, в общем, такой браслетик достанется вам от меня в подарок. Значит, в соцсети, ссылки на соцсети и на почту, там выберите сами, куда вам удобнее написать. Есть в шапке канала, в общем. И в описании также найдете. Сегодня попробовала вот этот напиток, который показала вам с коллагеном. Мне до этого одна из подписчиц писала ВКонтакте узнать, какой у него вкус, чтобы я рассказала, просила. В общем, я попробовала. Вкус какой-то такой необычный. Сначала пьёшь, он похож просто на сильно газированную минеральную воду. А потом остаётся немножечко такое, какое-то горьковатое послевкусие. Прям не то, что он горький, а какой-то такой едва уловимый послевкусие, вот с такой горчинкой. Но это, видимо, потому что это идёт вишня и роза. Вот, видимо, от розы вот такая вот небольшая горчинка идёт. А вишня, ну, конечно, что-то очень-очень отдалённо напоминающее чувствуется. Но, в принципе, в основном изначально вкус как у сильно газированной минеральной воды. Прям такая газированная хорошо и, в принципе, как пьётся, как простая вода. Но говорю, из вишни розы остаётся только послевкусие какое-то такое еда уловимое. Но, в целом, в принципе, пить можно. Не могу сказать, что какая-то плохая, необычный вкус. И иногда попробовать можно. Если там действительно вот эти витамины, которые все в составе есть, находятся в этой водичке на самом деле, то, ну, что я могу сказать, классно. Вопить баночку прохладной воды и получить какие-то витамины в организме. Ну, я считаю, что это клёво. Продолжение следует...